ПОТОКИ Поговорим про потоки. ПОТОКИ Что такое потоки? Зачем они нужны? Такая задача, смотрите. Есть у нас граф. Давайте считать ориентированным. Какой-нибудь такой. Хороший граф? По этому графу течет некоторая жижа. Она течет откуда-то куда-то. У нее есть источник. Называется исток. Позначим S. И есть сток, куда она сливается. Для каждого ребра известно, сколько по нему может течь жижа в секунду. Это такая скорость. Максимальная чинжа называется пропускная способность. Давайте какие-нибудь напишем. По этому ребру течет 10 жижа, а по этому всего 3. Такой тоненький ребра. Сюда может течь 8, сюда 6, а сюда может течь 15. Как течет жижа? Она течет довольно интуитивно. Эта задача довольно интуитивная. Не все задачи, которые мы собираем в этом курсе, интуитивные. Это довольно интуитивная. Как бы вот она жижа вытекает, она как-то течет по этому графу и потом как-то втекает в Т. И, соответственно, вопрос в том, сколько максимальное количество жижа в секунду может протечь по этому графу из СФТ. Ну вот, например, на этой картинке что может быть? Что может быть? Давайте нарисуем какой-нибудь возможный поток жижи. Например, она может течь так. Она может по этому ребру сюда. Давайте сюда втечет 10 жижек в стекло. Потом оно 10 протекло сюда и как-то распределилось между этими ребрами. 5 потекло сюда и 5 потекло сюда. Теперь в эту вершину, вот у нее втекло отсюда 3, отсюда втекло еще 5. Получилось 8, и это 8 потекло сюда. Чудесный валидный поток у нас. Так вот, жижи же текла, текла, текла. Сколько всего жижи протекло? Секунду. Как посчитать? Ну сколько жижи в секунду с чего-то отсюда, отсюда? Видимо, если вытекает 13. Ну да, вот оно 13 вытекает и 13 же втекает, что несложно доказать. То есть, вот величина потока равна 13. Давайте как-нибудь это формализуем. Значит, смотрите, план формализации номер 1. Такой, смотрите. Давайте скажем, что пропускная способность обозначим C, У, В. Скажем, что C, У, В это пропускная способность. Способность ребра. Тогда вот эта величина, которую мы здесь написали, это сколько течет жижи? Обозначим F, У, В. Это будет величина потока. И тогда выполняются очень простые свойства. Значит, во-первых, F, У, В не отрицательный. И F, У, В не больше, чем C, У. Правильно? А во-вторых, для каждой вершины сохраняется правило сохранения жижи. То есть, сколько втекло, столько вытекло. Если возьмем любую вершину В, вот сумма всего, что в нее втекло, давайте, F, У, В, будет равно сумме того, что из нее вытекло. Ничего, что я изнаковые буквы использую в разную сумму? Хорошо. Тогда я разные напишу все-таки, чтобы... чтобы было видно, что это разные вершины, в разных суммах. Вот это сумма по У, по всем ребрам, торчащим, идущим вершину. А это по всем исходящим ребрам. Окей. Так, как в таких терминах вычеркнуть величину потока? Ну, нужно посмотреть, сколько вытекло, на самом деле, из вершины С. Это будет лично потока. Ну, на самом деле, вершину С еще может что-то втекать, мы в целом не запрещаем. Это никогда не нужно, на самом деле, но мы не запрещаем. Тогда F это будет, сколько вытекло из вершины С, да? С, опять же, В. Ладно, давай по У сделаем. Минус, сколько втекло в вершину В? С. По всем. По всем. Наоборот, сделал? Ладно. Не очень консистентно получилось, но ладно. Это называется величина потока. И, собственно, задача наша найти, какая бывает максимальная величина потока. Все, такая задача. Вот. Формулировка прекрасная, с ней в целом можно жить, но не очень удобно. То есть, в целом, можно все алгоритмы устроить вот в такой формулировке. Но не очень приятно. Не очень приятно. Дело в том, что вот эти суммы все дурацкие, они у нас, как бы это объяснить? Помягче. В каждом фоне сейчас две суммы. Я отдельно смотрю на входящие ребра, отдельно на исходящие. И у меня так примерно и будет. У меня есть множество входящих ребер, множество исходящих ребер. Я хочу их как-то балансировать. Не очень приятно. Объяснить, почему не очень приятно. Или... Давайте я пробую объяснить, почему не очень приятно. Сейчас я подумаю. Нет, не очень. Это уже ближе к алгоритму будет. Давайте я когда буду алгоритм просмотреть, покажу вам, как можно то же самое делать в такой формулировке, но будет неудобно. Удобнее алгоритмы строить, короче, в симметричной формулировке. Симметричная задача такая матрица. Давайте попробуем от этой суммы избавиться, чтобы было не две суммы, а одна сумма. Давайте скажем, что у нас, на самом деле, величина вот эта F, она антисимметричная. Давайте скажем, что для каждого ребра туда есть еще такое фиктивное ребро обратно, и по нему течет минус это состояние ребро. Для каждого ребра FUV есть еще обратное ребро VU, и поток по нему равен минус FUV. Вот. Все остальное то же самое. Все остальное то же самое остается. Все остальное то же самое. Значит, поток, он больше равен 0. Нет, это я убрал, это я зря, это я зря. Забудьте про это. Это я глупость написал. А пропускная способность обратного ребра, вот что я хотел сказать. Вот пропускная способность обратного ребра, вот это UVU. Почему UVU? Сейчас, у меня было прямое ребро UVU всегда. А, UV она была всегда, да? Хорошо. Она будет равна 0. Значит, каждому ребру UV, UV, господи, почему мы все путаются? К каждому ребру UV добавим обратное ребро UV, и по определению скажем, что по нему поток равен минус, поток по ребру. А пропускная способность равна 0. Вот, нормально. Хорошо. Теперь, скажем, что поток по любому ребру все еще не больше, чем пропускная способность по этому ребру. Окей. Свойство больше равна 0, можно себе не писать. Знаете, если я сделаю вот так, то пропускная способность, вот, поток по прямым ребрам, вот по этим, он все еще будет неотрицательным. Вот, это свойство добавлять не нужно. Видно, почему или нет? Вот у меня вот есть какое-то ребро, давайте здесь решим. Есть какое-то ребро UV, да, у него какая-то проспускная способность есть C. Есть какой-то вот фиктивные обратные ребра, я ему добавил, у него в конце равна 0. Смотри, фиктивные обратные ребра сейчас, они совершенно эквивалентны будут. В смысле, они, мы не будем как-то отдельно различать нормальные ребра и эффективные ребра, они будут использоваться одинаково, поэтому, я просто еще его пунктирую, чтобы было видно, что мы его добавили. А вот считается, что вот поток по верхнему ребру, он всегда больше равен 0. Ну, почему? Давайте вот тут. Если по этому ребру вычет поток F. Поток по верхнему, это минус поток по нижнему, а по нижнему не больше. А поэтому тогда вычет минус F. Минус F должно быть не больше 0, значит F больше 0. Короче, это свойство можно не добавлять, и без него хорошо. Так, и наконец, наконец, да, свойство сохранения жижи будет гораздо проще. Смотрите, у нас все входящие теперь ребра с минусом, а все исходящие с плюсом. Поэтому свойство сохранения жижи намного проще. Надо просто взять, просуммировать все ребра из вершины. Почему? Почему я всегда все по-разному? Ну ладно. Не определилось, какая вершина главная, V или U. Она просто равна 0. Для всех вершин, кроме S и T. Здесь тоже надо было добавить. Свойство исполнения для всех вершин, кроме S и T. Для всех V неравных S и T. И здесь тоже. Для всех V кроме S и T. для S и T не выполняется свойство. В эту стручку много втекает и в эту стручку много вытекает. Хорошо. Так, ну и величина потока будет проще. Величина потока, поэтому... Ну и теперь опять же, эта штука и так будет с минусом. Поэтому величина потока это будет просто сумма всего, что вытекает из истока. Ну или она же сумма всего, что втекает в сток. Давайте. А вот так не пишу. А всем вв. Докажем? Хотите? Можно докажем. Давайте докажем. Давайте докажем, что вот эти две суммы действительно равны. Как мы это докажем? Давайте возьмем, просуммируем все подряд. Давайте я возьму, просуммирую все подряд по всем ребрам. Просуммирую все по всем вершинам V, по всем вершинам U, просуммирую F, V, U. Что у меня получится? Я буду, в первых, в связи 0, кроме стартной вершины. Это, во-первых, сумма будет равна все будут нули, значит, будет вот сумма в стартовой вершине плюс сумма еще в этой, в терминальной вершине. Ну, с другой стороны, я тут просуммировал все потоки. У меня для каждого ребра есть обратное, равное минус ему. Вот эта штука, она будет равна сумме по всем штукам. это будет F, V, U плюс F, U, V. А это равно нулю. Значит, это тоже равно нулю. А это как раз те суммы, которые нам нужны. Включается, сумма этих штук равна нулю, просто я в одной возьму с минусом, получу красную сумму. окей, теорему доказали. Ладно, это на сегодня. Ладно, там будет еще теорема? Будет еще теорема. Ну маленькая. Хорошо. Давайте не спеша. Ох, сейчас опять буду не спеша, а потом буду бегать. Ладно. Сумма потоков. Что значит сумма потоков? Сумма потоков – это просто поток… давайте, вот я… Давайте, я опережке захочу делать сумму потоков. Я тут делаю поток плюс поток. Что это значит? Это я просто возьму по каждому ребру сумму этих двух потоков. На самом деле, ничего сложного. Вот я возьму по каждому вот F, U, V, и будет F1, сверху напишу U, V, плюс F2, U, V. Что значит, я сложу два потока? Ну просто два какие-то абстратовых потока возьму и сложу. Ну, в вопрос нас особенно используется. Получится валидный поток или нет? Если я просто-таки два потока сложу. То есть у них направление будет… Ну там надо будет быть общий старт, общий финиш. Ну то есть на одном и том же графе возьму два потока и их сложу. Что получится? Да, наверное, может трансформация свойств очень меньше, чем… Да, может переполниться какое-то ребро. Да, вот если я два потока сложу. Да, просто поток с самим собой сложу, у меня их будет 10, плюс слишком много. А свойство хранить жижи сохраняется. Вот свойство хранить жижи сохранится, да, от того, что я сложу два потока, у меня у первого сумма 0, у второго сумма 0. Если я возьму их сумму, то тоже будет 0. Да. Поэтому надо аккуратно. Давайте накажем первую твёршку. Давайте. Ладно, сейчас это здесь. Это теперь подоказываем, а потом сделаем алгоритм, да? Сейчас просто, чтобы не нужно корентировать, что происходит. Важное свойство потока – любой поток можно декомпозировать. Вот любой поток можно декомпозировать на маленькие потоки. Любой f можно декомпозировать на вот f1 плюс f2… ой, батюшки, батюшки, батюшки. Плюс и так далее, плюс какой-то fk, таких, что каждая из этих f – это либо путь, либо цикл. Сейчас объясню, что значит. f – это либо путь из s в t, или цикл. Что значит, что поток – это путь? Значит, поток, представляете себе, такой поток. Я возьму какой-то путь из s в t, да? Вот на всех ребрах, по всем ребрам этого пути пущу какой-то одинаковый поток f. Вот поток по всем этим ребрам равен нулю, поток по всем остальным ребрам равен нулю. Ой, but… равен f, поток по всем остальным ребрам равен нулю. Сожидает что, это валидный поток, во-первых. Ну, и если f не больше, чем c? Если по всем… Если здесь выполняется неравенство потока, да? Если у меня f не больше, чем c, Тогда вот это валидный путь. То есть валидный поток. Действительно, у меня в каждой вершинке сумма равна нулю. Если у меня еще свойство на величину потока сохраняется, тогда все хорошо. Замечательный валидный поток. Размера f. Еще можно сделать цикл. Можно взять какой-нибудь цикл и вдоль него пустить, опять же, по кругу величину f. Взять так вот f. Опять же, если выполняется неравенство на прогрессиональности, тогда это валидный поток. Он немножко бессмысленный, величина у него 0, но вполне себе валидный. Значит, я не пишу, что величина потока равна f, здесь величина потока равна нулю. Вот, утверждается, что любой поток можно развалить на такие штуки, на пути и циклы. Давайте докажем, даже конструктивно сейчас докажем. Эти конструктивные качества. Возьмем наш поток, давайте на тот разложим. Возьмем вон тот поток. Давайте, значит, план такой. Найти какой-нибудь путь и вычесть его. Давайте в чем-нибудь путь и его вычтем. Как найти какой-нибудь путь? Давайте, должен быть путь из s. Вот куда бы из s пойти, чтобы был поток какой-нибудь. Давайте возьмем любой ненулевой ребро. Возьмем любой ненулевой поток из вершины s. Например, вот сюда вниз. Почему бы нет? Пошли сюда, до сюда дотекло три жижи. Правильно? Вот вдоль этого ребра. Начну писать. Вот отсюда сюда дотекло три жижи. Правильно? Если оно сюда притекло, значит, оно куда-то дальше вытекло. Потому что жижи не теряются. Возьмем ребро, по которому вытекла жижа. Ее может вытечь меньше, чем три. Оно могло разделиться на два ребра. Не очень важно. Возьмем любое ребро, по которому течет жижа. Например, вот это. Вытечем по нему. Ждается таким путем. Еще раз. Мы каждый раз входим в вершину по ребру, по которому течет жижа. Если в вершину втекает жижа, значит, она куда-то вытекает. Значит, у него есть какой-то исходящий робот, который течет жижа. Вот будем всегда ходить по ребру, по которому течет жижа, которого поток не нулевает. Рано или поздно случится одно из двух. Мы либо дойдем до Т, либо зациклимся. Если мы нашли путь из С в Т, что мы должны с ним сделать? Нам его надо удалить. Надо вычистить его. Если мы сделаем ту сумму, то надо сделать вычитание, наоборот. Возьмем этот путь. Скажем, давайте, дайте я вот здесь буду нарисовать. У нас есть вот этот вот граф. Первый путь, который мы сделали, это поток вот сюда и вот сюда величины 3. Величину возьмем минимальную из всех ребер, чтобы она убиралась в свою сторону. Давайте впихнем сюда 3, сюда 3. Вот это первый наш. Это будет F1. Все, теперь вычтем его отсюда. У нас здесь останется 0, здесь останется 5. Отлично. Продолжим дискотеку. Возьмем любую, опять же, не нулевое ребро. Это уже нулевое. Возьмем сюда. Вот сюда пихнули 10. Пихнули 10, оно как-то вытекло. У нас уже оно растеклось в два места. Возьмем любое, не нулевое ребро. Например, вот сюда. Это будет 10 плюс 5, правильно? Не плюс, в смысле минимум из 10,5. Значит, пойдем сюда, сюда. Минимум из 10,5 это будет 5. Сейчас нам нужно, вторым потоком нам нужно пойти вот сюда и сюда. По этим ребро пихнуть 5 жужжек. Так, ну цикла не получится, правда. Ну да, слишком скучно. И график нет циклов вообще. Поэтому сложно получить циклы в графе без циклов, но в целом в графе еще могут быть циклы. Так, теперь вычтем этот поток отсюда. Останется здесь 5, здесь 0. Ну и все, и последний путь найдем. Пойдем сюда, пойдем сюда, пойдем сюда. Вот нашли третий. Еще вот такой. Сюда, сюда, сюда. Которому там 0,5. Детектив. Все, теперь вычитаем его. У нас остается нулевой граф. Отлично. Нулевой поток это... Хорошо. Все, получается, что наш исходный поток можно было разложить на три вот таких потока. Каждый из них является путем. Если были циклы, то бывает, что иногда еще циклы появляются. Как найти циклы? Здесь у меня нулевой поток. В нем что-то еще осталось. Тичь по циклу. Как мне найти? Как мне разложить то, что осталось на циклы? Запустить DFS найти. Откуда? Из S. Здесь все рёбра нулевые. Очень грустно. Там могло быть так. Там могло быть... Вот есть вершина S, вершина T. Отсюда уже ничего не течет. Тут все нули. Тут все нули. А тут какое-то вот происходит... Безобразие. Тут как-то вот странно текут... Вот здесь все нули. Здесь все нули. А вот здесь они как-то между собой развлекаются. Там вот сюда втекает 10, сюда втекает 10. Они как-то вот 5 сюда, 5 сюда, 5 сюда. Какое-то безобразие происходит. Как мне это разбить на циклы? Ну, в принципе, мы же можем начать разливать с любой точки цикла. Значит, надо найти какую-то точку. Правильно. Возьмем любую вершину на цикле. То есть возьмем любую вершину, из которой счет течет. Вот эта вершина на нем. И все то же самое проделаем. Пойдем из нее по-любому, не на любом ребру. Пойдем или-любому. Пока не зациклимся. До тема найти не можем, поэтому зациклимся. Когда мы зациклились, мы нашли цикл. То же самое, если мы сделали. Вышли его, свели с дочкой меньшей. Почему просто скончается? И сколько в этом разбиении может быть... Сколько в этом разбиении может быть путей и циклов, и почему просто все кончится? Ну точно не больше, наверное. Почему? Ну потому что каждый раз, когда мы выделяем, мы берем какое-то минимальное ребро. Так. Ребро? Минимального веса. Ну да. Так. Если как раз у нас пропадает одно ребро, поэтому количество путей не больше, чем количество ребро. Получается здесь у от М путей. Путей или циклов. Действительно, каждый раз мы обнуляем одно ребро. Хотя бы. А может быть... Может быть, омега большой. Это может быть плохой граф, на котором М путей. Давайте в практику добавлю. Подумайте на это в качестве упражнения. Правильный ответ может, но какой граф построить несложно. Сами построите. Хорошо. Отлично. Продолжим с определением. Так, Лан, давайте здесь немножко... Давайте постановимся. Значит. План, на самом деле, построения максимального потока примерно такой. Мы сначала строим пустой поток, а потом его добавляем с помощью путей. Примерно так, как Лан. Но, к сожалению, вот не таких путей. Не совсем таких. На самом деле, мы хотим делать примерно что-то подобное. Мы хотим взять пустой граф, ну, пустой поток, а дальше потихонечку его увеличивать, вот добавляя путями. Но вот сейчас немножко... Тут бывает не совсем так красиво, к сожалению. Давайте, вот бывает, например, вот так. Сейчас я покажу, как бывает. Сейчас, как бывает. Бывает, что я вот здесь 5 сделаю. Так, может быть. Да. Давайте, например, вот такой возьмем. Вот такой граф возьмем. Ну, смотрите, что бывает. Давайте возьмем вот этот граф. Попробую путями добавлять его до максимального потока. Значит, знаете, я сначала вот добавлю по верхнему пути 8 жижек пущу. А, нет, сейчас. Нет, тогда будет слишком хорошо. Давайте вот по такому пути. Я сначала иду вот такой путь. Хороший путь. И пихну по нему 5 жижек. Вот у меня 5 потекло сюда, 5 потекло сюда, 5 потекло сюда. Ну, ничем не плохо, да? Хороший путь. Так, теперь что осталось? Ну, да, еще могу вот по верхнему пути допихнуть еще 3 жижи, да? Вот сюда втечет 8. Нет. 8, да? Почему? Почему я текал 3? 5 жижек. 5 жижек. Сюда потечет 10, и сюда потечет оставшиеся 5. Вот. А дальше сложно. Смотрите, мой поток не максимальный пока что. Можно было больше пихнуть. Но у меня не получилось. Видно, что нет больше путей, да? Вот у меня осталось ребро только сюда. Называется насыщенное ребро, которым поток максимальный. Вот у меня ненасыщенное ребро только это. Я могу вот пусть только сюда везти, а отсюда больше некуда идти. Новый путь я не могу добавить. Называется блокирующий поток, но не очень важно. Знаете, а как увеличить поток? Давайте, вот. Какой поток максимальный в этом графе? Видно? Видимо, по верху. Там все 8. Ну, по верху, там 8, 8. 8, 8. Не, мне кажется, я могу 13 пихнуть по этому. Потому что это... А? Вот сейчас поток 10, да? Ну, мне кажется, я могу пихнуть 13 легко. Не, хоть можно. Если все прямо за 10. Да, ну как пихнуть 13? Давайте я зеленым его нарисую. Вот. Зеленый. То есть поток нужно пихнуть среднек. Вот сюда нужно пихнуть 3. Ой, батюшки. Маркера есть там? Маркер зеленый. Я не уверен, что это вообще видно. Вообще не видно. О, вот это пожарнее. Надо вот сюда пихнуть 3. Да? Значит, чтобы сюда потекло 5. Сюда должно втечь сколько? Два. Два. Да. А сюда тогда должно течь 7. Правильно? Нет, 8. 8. Давайте посмотрим на разность между того, что есть и того, что будет. То есть вот к этому ребру, смотрите, надо добавить 3. Да? Вот из этого ребра надо вычесть 3 внезапно. И к этому ребру надо добавить 3. Смотрите, что мы сделали. Мы на самом деле увеличили поток с помощью вот такого пути. Мы пошли вот сюда, потом вот сюда, и потом вот сюда. Поэтому ребру увеличили поток, поэтому уменьшили, и поэтому увеличили. Вот что мы сделали. И тут намного удобнее делать это в терминах вот как раз вот этой симметричной модели. Потому что что происходит? У нас в симметричной модели вот в этой вот есть вот это фиктивное обратное ребро вот здесь вот. Держу на место. У нас как раз есть вот это вот для каждого ребра есть такое фиктивное обратное ребро. Барно его. И у меня вот такой вот странный путь превращается в обычный путь. Я беру вот это ребро, по нему увеличиваю поток. Дальше беру вот это обратное ребро фиктивное. По нему увеличиваю поток. Если я увеличиваю поток по обратному ребру, то у меня уменьшится поток по прямому ребру. Очень удобно. И потом я увеличиваю поток по этому ребру. То есть я когда иду по прямому ребру, я увеличиваю поток, а когда по обратному, я уменьшаю. Но это само получится. Потому что когда я иду по обратному, я буду ходить по вот тому ребру, которое я добавил. А оно связано с этим как раз вот таким антисиметричным отношением. Как раз я когда вот сюда буду добавлять, вот то само уменьшится и будет то, как надо. Короче, жизнь будет гораздо проще. Если вот в такой модель вы думаете. Так, ладно. Ладно, это пока вся... Это еще не алгейт, это так, интуиция на тему того, что вообще будет происходить. А будем переспросить, а что мы делаем, если вот из S на любые ребра вытянут, а любые ребра вытянут, то есть где не имеешься? Это если я хочу разбить на циклы. Я говорю, что поток разбивается на пути и циклы. Вот если у меня кончились пути, из S больше не торчит ни одного серебра нулевые, тогда можно еще циклы повыделять. Циклы выделяются так, я беру любое ненулевое ребро и начинаю от него и делаю то же самое. Просто иду от него по ненулюбрамм, пока не найду цикл. Я зациклюсь рано-поздно, потому что что еще делать, как зациклиться? Вот, это так можно циклы выделять. У нас же там, где зеленый минус 3, а красная пятерка, а не зеленый, а зеленый, а зеленый, а зеленый, а зеленый, а зеленый. Вот такой был, например. Понятно немножко? Немножко страшно это выглядит, но сейчас мы что-то сделаем. Нормально вообще. Я еще одну из скарпа даже не впихнул. Нормально. Сейчас, хватит, сейчас. Давайте сам, давайте. Дольше, чем мы дольше смотрим простые примеры, тем легче будет дальше. Там дальше будет хуже, на самом деле. Давайте все простые примеры разберем, чтобы было понятно, что это вот как бы сама модель, в которой мы работаем. Как только понятна модель, на самом деле, дальше алгоритмы проще воспринимаются. А алгоритмы будут жуткие, на самом деле. Дальше. Сегодня все очень просто сделаем. Значит, еще одно важное пример. Давайте, как... Давайте. Чтобы было удобнее абсурдить ключевые... Все, короче, все эти самые. Определения, как я сейчас говорю, они на самом деле не очень принципиальны. Можно и без них алгоритмы разбирать, но... Просто в таких терминах будет потом проще думать. Как только мы выйдем побольше термин, докажем какие-то простые теоремы, будет понятно, что происходит, и откуда это все берется. Так. Значит, важная теорема такая... Ой, неважное определение. Видите, такая штука называется остаточная сеть. Значит, остаточная сеть такая штука. Давайте возьмем тот же самый граф. Давайте, давайте... Лишнее опять же сотру. Бедный замученный граф. Господи, сколько тебе досталось. Так, ладно. Сколько тебе придется его стереть, потому что он уже побитый жизнью. Это уберем, это все уберем. Это уберем, это уберем. Так. Вот был хороший граф. По нему там текло сколько-то жижи. Давайте, давайте сколько-нибудь потечет. Давайте вот три сюда потекло, три сюда потекло, и отсюда там что-нибудь, не знаю. Вот по этому ребруху там не знаю. Ну сколько? Давайте еще два жижи пихнем. Нет, нет, не хочу. Сколько пихнуть жижи? Два пихнуть? Ладно, давайте две жижи пихнем сюда. Нет, многовато. Не хочу ребруху пивать, хороший ребрух. Ладно, давайте они просто расчется вот так вот. Будет немножко бесплыстный поток, но он будет отражать, что происходит. Давайте, давайте, три даже пихну. Чтобы были разные чиселки. Вот, какой-то валидный поток. Возьмем какой-то валидный поток. Да, вряд ли только поток получится в середине нашего алгоритма, но он вполне символидный. Почему бы нет? Хороший поток. Вот, что такое остаточная сеть? Остаточная сеть, это такая сеть, которая показывает, сколько еще потока можно допихать по каждому ребру. Есть четыре, да. Значит, давайте для каждого ребра посчитаем, сколько по нему еще можно пихнуть поток. Посчитаем, что это остаточная сеть способность. С штрих будет, УВ. Это будет, значит, сеть способность минус, сколько уже течет. А теперь давайте оставим только те ребра, у которых с штрих больше амин-0. Вот, больше не оставим. Оставим только такие ребра. Все остальные удалим, потому что они не нужны. По другим ребрамам ничего не течет. Что у нас получится? Давайте возьмем вот этот вот крафт. Давайте я вот здесь нарисую для него остаточную сеть. Так, ну поехали. Так, вот верхнее ребро. У него может течь 10, а сейчас течет 3. Да, соответственно, можно до него допихать еще 7. Так, поэтому ребро течет 2, а может течь 8, то есть тут еще 6. Так, тут 6, 1, тут может течь еще 5, тут 4, 5, может течь еще 1. По этому ребру может течь еще 0, поэтому оно неинтересно. Мы его не добавляем. Насыщенные ребра пропадают достаточно сильно. Так, а теперь добавим обратные ребра. Надо их не забыть. А что происходит с обратными ребрами? Вот здесь было обратное ребро. Давайте я его пока нарисую. Пока вы не очень прийти. Значит, что с ним было? У него была прописационность 0. Помните, да? А потом к нему течет минус 3. Да? Соответственно, какая его остаточная прописационность? 3. 3, действительно. Давайте его так и нарисуем. Отсюда сюда течет 3. Может течь 4. Все, теперь всем ребрам добавим обратные ребра. Вот здесь берем обратное ребро 2. Здесь берем обратное ребро 4. Здесь обратное ребро 1. И вот этому ребру тоже добавляем обратное. Прямое пропало, а обратное все еще будет. Хорошо. Теперь возьмем поток какой-то, это уже ближе к логарифму переходим. Возьмем какой-то поток F, пускай он не максимальный, тогда возьмем какой-то максимальный поток. Посмотрим на их разность внезапно. Давайте посмотрим на ΔF. Представляю, что их разность это всегда валидный поток в восточной сети. Страшно звучит, но давайте. Сейчас мы напишем. ΔF это поток в сети С' от потока F. Мы взяли поток F, взяли его в остаточную сеть. Максимальный поток, любой другой поток, это верно для любого потока. Любой другой поток, если мы из него вычтем F, это будет поток в остаточной сети. Давайте распишем. Что это значит? Что такое ΔF? Это мы взяли один поток, вычтем из него другой поток. Мы взяли ΔF, помните, игру UV. Это что такое? Это мы взяли максимальный поток по ребру UV и вычтем из него поток по ребру UV. Это, очевидно, не больше. Максимальный поток не больше, чем спецназ-способность, поэтому это не больше, чем C' у V минус F' у V. А это как раз остаточная спецназ-способность от ребра. Поэтому вот эта Δ-потока, она не больше, чем ассас-способность. Это логично, мы так его и строим. Свойство сохранения жизни тоже сохраняется. Потому что мы берем две суммы, в одной сумме 0, в другой сумме 0, вышли и получили 0. Это довольно очевидно. Все. Ну и теперь задача такая, смотрите, мы хотим. Пускай у вас есть какой-то поток. И вы знаете, что он не максимальный. Тогда вы знаете, что вот существует какой-то ΔF, поток по остаточной сети. Давай сняем какой-нибудь положительный поток по остаточной сети. Вот есть и остаточная сеть. Давай сняем любой поток больше нуля. Как это сделать? Видимо, запуститься из стока. Запуститься и что? Парелом идти. Куда? Больше нуля. К старту. И куда идти? Можем идти. Вот так вот надо дойти. Нормально? На Т надо дойти. Нужно найти какой-то путь и засветное. Понятно? Найдем какой-то путь из СФТ. Да? По этому пути можно добавить минимум из всех этих ребер. Мы получим какой-то положительный ΔF. Дальше мы этот ΔF прибавим к F. Получим поток побольше. Вот такой план. Это весело говорить на самом деле. Схему Форда Фалкерс. План такой. Простая способность Сирен на нулю. Где? 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 А, это шутки про Сирен на поток 2. Все, я понял. Все, все. Все, это просто мимо. Так. Хорошо. Хотим прямо ЛПИ написать. Так себе я его доказал, я вам скажу. Это почти четко. Можно так и доказывать. Можно так и доказывать. Если поток не максимальный, то посмотрим на эту штуку. Это поток в этой сети. Любой поток можно разложить в пути. Правильно? Значит, у меня должен быть путь. Если у меня нет пути, значит у меня нет положительного потока, который я могу разложить. Значит, поток максимальный. То есть, она говорит такой. Мы берем граф. Берем нулевой поток. Строим остаточную сеть. Ищем в ней путь. Дополняем. Ищем путь. Дополняем. Ищем путь. Дополняем. Пока дополняется. Если нет остаточной сети пути из СТ, Тогда поток максимальный. Нет пути из S в T в сети C' F, тогда и только тогда, когда поток F максимальный. Это достаточно очевидно или построже докажем? Сейчас мы еще докажем, что из разреза. Мне кажется, вполне нормальный. Код напишу. План такой еще раз. План находить по пути в остаточной сети. Давайте будем делать тупую. Пути искать будем DFS обычным. Нам нужны любые пути. Найдем любой путь, пикнем по нему поток, найдем любой путь, пикнем по нему поток. Опять же, я буду писать одним DFS, который делает все сразу. Потому что так проще жить. Можно было найти путь, выписать путь, найти на нем минимум. Прибавить вдоль пути всего минимум. Так можно делать. Можно в одном DFS, потому что так проще жить. К сожалению, DFS придется. Надо делать 3 действия в одном. Нужно найти путь, найти минимум на этом пути, а потом вычесть минимум от всех ребер-пути. Ну, прибавить минимум ко всем потокам на репутин. Вот. Поэтому я буду делать так. У меня будет DFS. Вот я его запущу из вершины S. Он как-то будет идти. И вот на этом пути считать минимум. Потом, когда он дойдет до вершины T, он посчитает минимум на всем пути. План такой. У меня есть вершина V. Это первое состояние вывода DFS. Дальше, когда он возвращается, вот он нашел до вершины T, он как раз посчитал минимум на всем пути. А дальше, когда он идет обратно из рекурсии, опять же возьмем вершину V, он вот ко всему этому куску прибавит вот это вот минимум. Давайте дельку немножко. Минимальная дельта будет. Вот, тогда он как раз все три действия сделает за раз. Ну, поехали. Так, пишем DFS. Я здесь не пишу. Хватит места. Хватит места. Значит, пишу DFS с вершиной V, и мне нужно передать эту минимальную дельту еще. Min, дельта. Ну, поехали. Так, во-первых, если... Да, если вершина помечена, если mark V... Да, DFS будет возвращать int, ну, или там, вылечный поток. Вот, давайте int. Если у вас целый поток. Он должен потому что вернуть этот минимум. Когда они возвращаются, он должен этот минимум вернуть. Пускай он его вернет. А если он ничего не нашел, он вернет ноль. Mark V равно 3. Так, все, это обычно DFS пока что. Просто ноль, значит, я не нашел путь. Хорошо. Переберем. Переберем ребро. Переберем ребро. Переберем ребро VU. Значит, надо перебрать такое ребро, чтобы по нему остаточная... Чтобы у него остаточная функциональность была неотрицательная. Переберем VU такое, что C VU минус F VU больше нуля. Страшно написал, да? Я строчку сэкономил. Можно было IF написать, но мне лень. Я переберу такие ребра, что у них что-то еще можно допихать. Переберу такое ребро. Дальше. Запущу я туда DFS. Значит, давайте, вот я скажу, вот, дельта это будет равно DFS от, от, от... Почему это min-дельта? Ладно. Ладно, так написал, так написал. Это DFS от U. Да? И надо минимум обновить. Это будет минимум из вот той вон текущего минимума и, 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 и вот этой штуки. Да? Так. Я ищу минимум по всем вот таким величинам. Вот это остаточная вся способность. Я хочу по этому пути найти ребро, у которого вот эта разность минимальна. Да? Поэтому я эту разность тащу сюда в рекурсию. Когда я лезу дальше в рекурсию, я беру минимум из моего текущего минимума и этой величины. Да? У меня как раз будет минимум на пути. Правильно? Довольно честно, да? Так. Если вылезло число больше нуля, это значит, вот этот DFS нашел наполняющий путь и вот отсюда мне вылез. Я его беру и прибавляю. Вот я скажу F, U, V плюс... Почему V? Почему я все по-разному? Порядок букв U и V всегда разные. Интересно, почему? Если F, U я прибавляю дельту, И к обратному ребру почитаю дельту, не забываю, чтобы ничего не сломалось. Ну и все. Если что не получилось, вращаем в ноль. Ну и все. Я считаю, что весь алгоритм. Вот. Это алгоритм Форта-Фалкерсона. Ну, такая нет-нет-нет-нет-схема, скорее. Вот. Ну, такая... На базе схем построено много алгоритмов. В самом деле, мы еще несколько алгоритмов посмотрим, которые делают, примерно, то же самое, только быстрее. Это самая простая резец. План очень простой. План сделать сначала нулевой поток, а потом его увеличивать потихоньку, ища дополняющие пути. Вот как дополняющий путь, это путь посадочной сети. Находим путь посадочной сети, то есть вдоль этого пути можно увеличить поток, увеличиваем поток вдоль этого пути, продолжаем до бесконечности. Если не нашлось дополняющего пути, значит поток был максимальный. Понятно, как снаружи это запускать? Снаружи я просто запускаю это DFS до посинения. Если он вернул ноль, значит поток максимальный. не буду писать. План заканчивается. План заканчивается. План заканчивается. На самом деле нет. На самом деле все плохо в жизни. Так бывает, что если у вас DFS тупенький, он может сколькать какие-то очень дурацкие пути. То есть он может каждый раз сколькать какой-то дурацкий путь, он там минимум единичек, он на единичку увеличил поток. Потом же у Кудро еще дурацкий путь, еще на единичку увеличил поток. Давайте я оценю сверху вот так вот на самом деле величиной потока умножить на DFS. Если я поток раз увеличиваю, то запущу не больше часа величина потока. Это немножко бесит, что у меня вот здесь F в эсимтотике. Но это на самом деле правда более-менее. Жизнь устроена грустно. Если я построен только вот такой граф, зря я ссорит этот граф. Ладно, он уже наджил свое. Сейчас новое нарисую. Я нарисую тот же самый. Если у вас есть вот такой граф, давайте какой-нибудь вот такой. Вот здесь большие конструкции, где-то есть 100. А у этого 1. Если у вас DFS вот очень невезучий, сложно писать так DFS, чтобы он так делал. Хороший пример другой на самом деле. ДФС, чтобы он на этом графе плохо работал, сложно. Надо, чтобы он прямо старался плохо работать. Теоретически, если у вас DFS какой-то странный, он может ходить так. Он может сначала найти вот такой путь, вдоль него увеличить поток на единичку. Вот здесь вот 1, здесь 1, здесь 1. Какая будет остаточная сеть? Остаточная сеть будет такая. Здесь будет 99, здесь 1. Вот здесь вот эта игра пропадет, появится обратная 1. Сюда останется 100. Я тороплюсь, ладно, сейчас некрасиво рисую. Ну ладно. Здесь все еще 100, здесь 99, и обратная 1. Такое, да. Остаточная сеть этого потока. В ней ищем дополняющий путь. Вот опять же, если у вас ДФС ступенький, он может вдруг решить пойти в эту сторону. Может пойти вот сюда, сюда и сюда. Это немножко странно, почему он в тот раз пошел вверх, а теперь пошел вниз. Очень странно. ДФС так обычно не работает. Но бывают плохие тесты на цепь. Вот если вы нашли вот такой путь, вдоль него увеличили поток. Тогда у вас вот теперь поток здесь 1, здесь поток 0, здесь поток 1. Ну и все дальше повторяется то же самое. Вы можете найти вот такой путь, потом такой путь, такой путь, такой путь. Можно долго работать, к сожалению. Ну конкретно на этом тесте, еще раз, сложно сказать, что плохо на этом тесте, но бывают тесты немножко посложнее выглядят, но в которых действительно все плохо. Вот оно. Работает не за поленом от размера графа. Это неприятно. Успеем пока что с этим делать? Или в следующий раз уже? Не знаю. Возможно успеем, возможно следят по этому. Вторая важная задача, которую мы сегодня решим, давайте задача о минимальном разрезе. Что такое минимальный разрез? Что такое разрез вообще? Есть у вас граф. Давайте я нарисую заново наш красивый граф. Зря я его стер. 8 потекло сюда. Что там? Сколько там? 6, 5? 6, по-моему, потекло сюда. Что там было? 3 и 5, да? Так, это скучный граф сейчас. Давай сделаем какой-нибудь... Давай вот здесь будет 1. Чтобы поток был поменьше. Так, так вот. Возьмем граф. Значит, задача такая. Что такое разрез? Значит, в нем выделены вершины S и T. Значит, задача такая. Я хочу удалить некоторые ребра, чтобы не было пути из S в T. Удалить ребра, чтобы не было пути из S в T. Тут уже видно связь более-менее с той штукой, да? Там у меня тоже если не было пути, видите? Значит, я хочу удалить некоторые ребра, чтобы не было пути. Значит, величина разреза, это просто сумма всех C-шек по удаленным ребрам. Удаленных ребр. Ну и, значит, собственно, минимизировать этот C. То есть у меня у каждого ребра есть стоимость, сколько стоит его удалить. я хочу удалить какие-то ребра, чтобы из S в T не было никакого пути. За какую минимальную сумму я могу это сделать. Вот такая задача. Оказывается, что это задача решает с помощью потока. Более того, это элемент двойственная задача максимального потока. Опять же, в тех же терминах, что и почему вершинное покрытие двойственное просчитание. Ровно в тех же терминах разрез двойственного потока. Опять же, мы когда говорим про линейный программирование, мы все это распишем линейной программой, и будет более-менее понятно почему. Но ситуация примерно такая же, как у просчитаний и вершинных покрытий. Давайте рассмотрим граф. Рассмотрим в нем любой разрез и любой поток. Сознается, что они друг друга понятным образом ограничиваются. Если у вас есть разрез, что вы можете сказать про поток? Если у вас есть в графе разрез и величина разреза С, и у вас есть поток, величина потока F, что вы можете сказать про их отношения? Что такое разрез на этом? Я убрал какие-то ребра, и теперь у меня из С недостижимо Т. Давайте, у меня есть вершина С, посмотрим все из нее достижимое, а вот это недостижимое. Вот это достижимое из С, а это недостижимое. Соответственно, вот эти ребра я все удалил. Вот здесь совершенно Т. У меня разрез удаляет вот эти все ребра. Вот это мой разрез С. Что можно сказать про поток? Вот С это сумма присутствующих. Еще раз. Поток не больше, чем ребра. Вот С это сумма всех С-шек вот по этим ребрам. Да. Попробуем поток по этим ребрам. Поток не больше, чем С. Да, по каждому из этих ребер. То есть, суммарный поток по всем этим ребрам не больше, чем суммарные С-шки этих ребер. Да? Вот. То есть, поток из С в Т не может быть больше. Вот у меня вот просто отсюда, вот сюда, не может перечечь больше жирже, чем сумма С-шек по всем этим ребрам. Вот. Поэтому поток может быть всегда не больше, чем разрез. А дальше выясняется, вот собственно, двойственная штука, такая же, как была с прочитаниями и вершинными покрытиями. Оказывается, что вот это одна и та же задача, ограниченная с двух сторон. То есть, у меня вот есть какие-то потоки, есть какие-то разрезы. И они вот в этой точке сходятся. Вот в этой точке сходится максимальный поток, и там же сходится минимальный разрез. Ну, давайте, например, вот на этой картинке построим максимальный поток. А видно, как? Видно, чему он равен, да? Вот сюда больше девяти не втечет, поэтому сюда втечет девять, да? Оно растечется как восемь и один, а сюда максимум три и четыре. Вот поток равен двенадцати. Как вы там построите разрез размера двенадцать? Видно? Какие ребра надо будет? Восемь, восемь, пять, пять, три. Да, вот эти ребра подиагональными, вот эти, вот это, это и это. Будет разрез размера двенадцати. Действительно работает. Давайте поймем, как построить этот разрез, если у нас уже построен поток. Ну, сам Лилл говорит, вот сейчас все будет похоже. Что мы делали, когда мы искали вершину покрытия? Мы взяли то, что получилось, а дальше сделали еще раз все то же самое. Давайте возьмем то, что получилось. Дальше сделаем еще один шаг вот этого всего. То есть построим остаточную сеть, запустим еще раз вот это DFS. Давайте я вам нарисую остаточную сеть. Хватит у меня места здесь, хватит у меня места здесь. Давайте, вот здесь нарисую остаточную сеть быстренько. Так, значит, что у меня осталось? У меня осталось вот туда еще 1, обратно 9, вот сюда ничего не осталось, обратно 3, вот сюда прямая ребра пропала, обратно 1 осталось, вот туда 8, и вот туда 1, обратно 4, правильно? Ничего не напутал. Так, я очень быстро построил обратную сеть к этому потоку. Вроде не ошибся, правда? Вот. Возьмем остаточную сеть, запустим в ней такой же самый DFS, вот этот вот, и пометим все, до чего он добежал. Значит, не так далеко он добежал, он добежал на машинке S, потом отсюда пошел сюда, все, а больше некуда ему идти. Как теперь найти разрез? Видно нет. Все ребра из добежавших и недобежавших, мы добавим разрез. Действительно, вот запустим поток, допустим, то же самое DFS в остаточной сети. У нас есть ребра достижимые из S, сейчас такую же красненькую нарисую, как здесь. Ребра недостижимые из S, вершины недостижимые из S. Возьмем, значит, вот, 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 вот. Если мы запустили отсюда DFS, да, вот все эти вершины пометили, а те вершины не пометили. В остаточной сети нет ребра отсюда сюда. что это значит если в исходной сети было ребра отсюда сюда почему она за 60 пропала потому что на сторону нулю что был насыщен и вот вот для всех таких игр у них поток равен разрез для всех таких если просуммируем просто потопать у нас получится что суммарный поток равен если мы нашли поток равный разрезу потом максимально понимали вот на самом деле в форме в такой форме на самом деле очень часто встречается и нас в домашке много посмотрим таких задач довольно часто потоки возникают задача которые проще смотришь как разрез надо вы берете задачу формулируйте что-то что вот надо вот это от этого отделить менять за минимальную стоимость и вот вот то что вы отделяете она формулируется в терминов разреза а дальше у меня что может рожать поток вот такая штука успеем от бансика рассказать и успеешь полчаса очень ок так понятно дайте до сих пор да так пока что все хорошо все неплохо у нас есть алгоритм который вот за такое время ищет у нас есть выпутываться и вы задачу о поиске минимальных разрезов тоже решили тем же сам алгоритм все хорошо но вот это я пугает я вот в алгоритме в качестве одного параметра величина потока это не поленом от размера граф я хочу чтобы меня был поленом от размера графа а тут такой дурацкая плохо знаете алгоритм который работает за поленом от размера графа самый простой шикарный алгоритм смотрите сделаем все то же самое эдмонса карпа называется эдмонс все то же самое что то же самое сделаем только вот dfs заменим на бфс очень простая идея возьмем dfs вместо него сделаем бфс обсуждается станет лучше давайте так если помните то старый граф который были проблемы там видно что проблем не будет вот в бфс вот таким вот путем не пойдет никогда бфс пойдет пойдет прямо найдет себя пути и не будет заморачиваться хотя бы на том графе уже видно что работает утверждается что вообще будет работать хорошо ну если лучше чем запалено короче будет быть давайте поймем почему давайте потихонечку докажем сейчас быстренько докажем возьмем посмотрим такую величину вот скажем что вот давайте скажем что вот d от в это расстояние от с до в в остаточной сети в остаточной сети оставляю только не нулевые ребра поэтому она меняется да вот там состав меняется у меня какие-то нулевые ребра пропадают какие-то не нулевые появляются граф меняется остаточной сети вот поэтому расстояние может меняться расстояние просто по числу ребер расстояние не внешне число вот посмотрим эту величину утверждение такое если я буду дополнять всегда поток вдоль минимального пути кратчайшего то у меня вот эти величины dv будут не убывать не убывает заливу жизнь выглядит так я сначала еще какие-то короткие дополняющие пути потом они кончаются еще какие-то подлиннее дополняющие пути потом еще длиннее дополняющие пути в конце очень длиннее дополняющие пути вот так устроена почему давайте быстренько нарисуем несложно возьмем крутящий путь возьмем то место которое меняется как вообще меняется остаточная сеть я взял какой-то дополняющий путь вот был путь из с пихнул вдоль него поток как у меня изменилась остаточная сеть после как и ребра пропали к ребра появились и исчезнуть исчезают ребра насыщенные которых f равно цена какие ребра пропали какие могли пропасть в каких ребра могло быть да вот в туре про которое было минимум с минимальной дельты на пути она как раз пропала да она стала насыщенными пропала одно из этих ребр пропала могло несколько пропасть какие-то из ребра появились новые восточности те которые которые добавили откуда мы добавили почему добавили кида вот почему ребра было раньше с нулевой причем самостоятельно а теперь стало с недулевой обратные ребра да вот у обратных мы им как раз f вычли поэтому она могла быть нулевое а теперь не нулевое были все обратно добавились если если их не было вот какие-то обратные так были а те которые не было сейчас так точно добавились потому что мы если я сделал минус f всем ребрам то она стала больше уря точно вот вот так изменяется остаточная сеть какие-то прямые ребра пропадают обратно появляются давайте посмотрим что с дешками происходило у меня были дешки давайте вот они были равны чему-то больше маркеров богу маркеров они были равны чему-то 0 1 2 3 4 5 давайте посмотрим как дешки поменялись после того как я совершил эти изменения начал добавим обратные ребра если я добавил обратные ребра дешки не уменьшились почему у меня были какие-то расстояния на всех вершин а теперь я добавил вот эти вот зелененькие ребра обратно вот после этого дешки не могли уменьшиться видно почему давай одно ребро ставлю вот это вот оставлю вот это ребро это ребро не может уменьшить кратчайший путь ни до какой вершины что это ребро не лежит ни на каком кратчайшем пути поэтому дешка не может уменьшить вот почему какой-то кратчайший путь из с куда-то куда-то вершины в вот если на нем лежит вот это дурацкое ребро новое знаете этот путь не очень кратчайший почему давайте вот так вот вот до сюда дошел за сколько как вы думаете вот это кажется просто нет вот до этой вершины расстояние было 3 точно за 3 дошел за 4 с помощью этого ребра а мог бы дойти за 2 правильно что умел за 2 ничего не изменилось здесь раньше полпуть длины 2 получается что мой путь ни фига не кратчайший короче ребра добавлены из дальних вершину ближние на кратчайший пути не влияют короче если из далекой вершина в ближнюю сделали ребро легче от этого не стало все равно чтобы ему пройти надо идти вот туда мы добавляем не то и какого-то пути вы кратчайшего пути да это важно поэтому вот вот это путь из с кратчайший поэтому тут расстояние на единичку возрастает мы добавляем не только какого-то пути как раз фигня получится это мы уже обсудили да тут важно что мы управляем кратчайшего пути вот вот это утверждение если мы добавляем вот эти вот обратные ребра дэшка не убывает утверждение если мы уберем прямые ребра дэшка не убывает почему попроще утверждение путь вообще вряд ли куда поесть я уберу какие-то ребра вообще от того что я уберу ребра раз и путь уменьшится сложно что-то улучшить убираю ребра это вот смотрите вот после после такого изменения дэшки всех вершин не могут уменьшить это конец утверждения все так теперь посмотрим на жизнь какого-то грустного ребра был какой-то грустный ребра она жила себе не тужила а потом в какой-то момент она раз и пропал из 60 потому что через него прошел путь был какой-то путь из сфт который случайно прошел поэтому его это ребро оказалось минимальным и она раз и пропало такая вот нелегкая жизнь давайте честным ребром удачу может ли она вдруг вдруг снова появится ну может можно стрелять на появляются как это ребро может снова появиться но должен быть обратно для того чтобы она была обратным я должен найти какой-то наполняющий путь вот примерно вот такой нужно пойти вот так вот отсюда пойти сюда и отсюда пойти вот сюда вот найти вот такой наполняющий путь после чего у нас снова появится потом опять я могу найти прямой путь убить его опять найти обратный восстановить его и так далее вот такая долгая жизнь у этого ребра может быть давайте посмотрим сколько раз за все время жизни этого ребра не может происходить такая вот интересная временная петля вот если я удалил прямое ребро вот у меня были какие-то движки была когда когда я первый раз найти удаляю ребро у в если она я его удаляю значит он лежал на кратчайшем пути значит было d от в было равно d от у плюс один отлично значит второй когда я восстанавливаю его восстанавливаю ребро значит я пошел по обратному пути да значит вот теперь д д штрих будет д штрих от у стал равным д штрих от в плюс они все пути пути кратчайшие удавайте отручить вынеси простой утверждается дайте вот д штрих от у от в он больше или равен чем д от в потому что они не убывают поэтому давайте я вот это заменю на это и это у меня пойдет сюда поэтому для штрих от у вот отсюда что просто запишу до штрих от в он будет больше или равен чем д от у плюс 2 наконец-то после каждого такого цикла у меня расстояние в вершинке увеличилась вся бы на 2 вот сколько раз я могу увеличивать дешку на 2 не очень долго дышка всегда не больше чем давайте я все константы буду убирать вот д от у она не больше чем н поэтому я такое могу сделать вот н раз только это каждое ребро может умереть не больше чем н раз но каждый раз когда еще дополняющий путь одно ребро умирает давайте посчитаем сколько раз суммарно могут умереть все ребра вот если каждое ребро умирает н раз то все ребра суммарно умирают не больше чем н на м раз а у меня каждый раз убивают одно ребро поэтому я суммарно запущу дфс дфс бфс прости господи я запускаю бфс будет запущен не более чем н на м раз и запущен не бфс м раз то суммарная симптотика будет прости господи я на м квадрат плохо ли это хорошо давайте сравним вот есть и нам квадрат есть есть о от f на можно сказать а на самом деле более более примерно так как бы если у вас если знаешь у вас поток маленький и целый если вот даже обычный алгоритм он в целом иногда живет берешь вас поток маленький и целый с него уже хорошо а такой бывает вае значит которых понятно что поток будет маленький и целый давайте прямо сейчас разберу на эти а вот у вас вас в лапе будет такая задачка у вас есть граф нужно найти два не пересекающихся пути просто здесь вершинка s вершинка t нужно найти два пути не пересекающиеся по ребраму два пути чтобы найти просто ищите поток размера 2 поток размера 2 ищите с двумя дефесами то что f равно 2 два раза пускайте дефес находит один путь находит второй путь не совсем так находится вот не эти два пути он найдет какой какие два увеличивающихся пути которые в сумме дают поток размер 2 вы потом декомпозитор на два пути правильных короче разберемся вот короче даже в таком виде имеет смысл а на самом деле бф если вы замените дфс на бфс этот ендонс карп он тоже работает не больше чем за фн он тоже как раз увеличивает поток очевидно за бфс поэтому вот он лейтонс карп он тоже работает за время и фм он просто об этом не афиширует но в целом тоже для такой работы но кроме того работает за нм квадрат это оценка на на худший случай можно построить граф может подумать на суде на котором она действительно работает за нм квадрат это не очень противно но не очень сложно то есть более надо за иметь много ребер а потом построить остальные вот эти пути так чтобы сначала было чтобы сначала был кратчайший путь вот такой а потом я был вот такой путь я пошел по нему обратно а потом был обратный путь я пошел по нему туда у меня не понятно как строить на довольно муторно вы макады серёжик ключ мне кажется и рассказывал он построил максимум что-то типа получилось для н вершина сделать здесь что-то типа вот я не помню насколько поделить на 128 что-то получилось такая константа потому что тут-то надо путь тут будет конечно вот делится намного сам или довольно быстро более того если для каких-то разумных граф работы быстрее наверное то есть это вот надо специально строить граф чтобы работал вот столько поэтому это пугающее на самом деле все лучше так что мы сделаем так давайте на этом мне кажется все что хотел рассказал понятно все на время хватит нам на сегодня давайте краткий анонс что будет дальше значит во первых что умеют люди что умеют люди люди умеют строить максимальный поток за время н.м. но страшно люди умеют строить за н.м. но страшно мы до тут не дойдем более того есть алгоритм горбера гора у которой немножко еще страшнее там к сожалению надо немножко долго обсуждать откуда там вообще что берется не сегодня что мы сделаем в этом курсе мы дойдем немножко плавно до вот такой асимптотики я не уверен что на следующей неделе возможно через две недели мы сделаем вот такое н.м. на логарифм мы сделаем почти лучшее что мы точно сюда логарифма вот это логарифм долго убираем вот это это мы расскажем это не очень сложно там как раз применим все что было еще хотел тихо сказать еще одну скажу дальше в следующий раз поменьше поменьше тупить давайте я скажу еще одну модную технику или следующий раз а давайте сейчас расскажу давайте потом чего расскажу или не успею успеем еще одну важную технику расскажу что понятно было откуда вы если вылезай другие штуки а другая важная важная техника работать с потоками называются масштабирование давайте здесь масштабирование идея очень тупая идея очень тупая смотрите потока которые поток это flow как разрез английский язык очень простой так идея эти почему наш тупой логарь работал долго потому что он искал плохие пути он искал пути возможно какие-то единичные из-за этого очень долго работал давайте запретим искать единичные пути простая идея а именно давайте скажем запустим ту же самую штуку только заставим его на катой фазе искать пути размером хотя бы два степня к будем искать пути искать пути чтобы вот это вот дельта была хотя бы два степени к насколько мы увеличиваем поток такая идея давайте не искать плохие пути давайте сначала поищем большие пути вот сначала к большое к равны 10 поищем все пути по которым можно пихнуть хотя бы тысячу жижи когда они кончатся уменьшим поищем пути на может хотя бы 512 жижи и так будем постепенно уменьшать в конце допьем единичными путями очень простая идея утверждается что она радикально улучшает наш уровень давайте поймем почему ну собрали очень простое посмотрим какую-то фазу пускай фаза кончилась что это значит это значит у нас нет путей по которым можно пихнуть два степени к плюс один лишь давайте вот давайте перейдем от фазы к плюс 1 фазика ну вот если на фазе к плюс 1 мы ничего не смогли пихнуть просто я перебираю к а здесь делают то же самое файл пихаю пока пихается просто я пихаю не больше нуля а хотя бы два степени к все остальные то же самое дфс то же самое остается просто дфс надо передать так значит если он на фазе к плюс 1 не смог увеличить поток это значит опять же давайте посмотрим остатки сеть до куда добежали куда не добежали вот у меня в остаточной сети это достижимое это недостижимое вот что можно сказать про вот эти ребра вот я дфс до левых добежал а до правых не добежал почему это их набежал потому что они мечты вообще пика вот все эти ребра у них вот вот останавливаться солнце на меньше чем два степени к елounding то мы началиować от термо там и еще одно желание для сокрови осталось там с対им а разницу максимального катока и моего потока ça она не больше чем сумму цышек по этим реб Rico чем потому что это она не больше чем сумма цесек по этим рабом А сумма ссешек по этим ребрам, она не больше, чем 2 в степенье k умножить на число ребр. То есть ребра не больше m. Давайте грубенько оцениваем. Получается, что от моего потока до максимального осталось не больше 2 в степенье k плюс 1. У меня же k плюс 1 было, да? В степенье. Вот. Все. Из этого сделано очень простое следствие. Посмотрим фазу k. На фазе k мы ищем пути размером 2 в степенье k. Создается, мы их слишком много не найдем. Почему? Я не могу найти много путей, по которым я пахну 2 в степенье k. Потому что наш k в чемпионере... Сморганый сам ограничен? Вот этим ограничен. Поток не может быть больше максимально. Есть какой-то максимальный поток, да? Я знаю, что от меня до него осталось не больше, чем 2 в степенье k на 1. К плюс 1 на 1. Если я буду увеличивать каждый раз поток 2 в степенье k, то он за сколько-то действий дойдет до максимального. За сколько? Путей с дельтой равный 2 в степенье k может быть не больше, чем сколько? Я беру текущий поток, каждый раз я увеличу 2 в степенье k, я знаю, что дальше, чем вот настолько, я его не увеличу. Просто это поделить на это, нет, ничего сложного. Я знаю, что я максимум чем на столько поток не увеличу, и каждый раз я увеличу 2 в степенье k. Значит, я это сделаю не больше, чем 2m раз. Получается, что на каждой фазе вот такой я найду не больше, чем 2m путей. Получается, финальная симптотика такая. Я делаю логарифм c итераций. c это максимальная постоянная способность. Больше, чем постоянная способность сделать не надо. На каждой из них ищу дополняющий путь не больше, чем m раз, ищу его dfs в тупую за m. У меня будет логарифм c на m в квадрате. Очень простая идея, на самом деле. Что лучше, лог c на m в квадрат или n на m в квадрат? Сложный вопрос, творческий. Значит, такие, как говорят, слабополимеальные. То есть он тоже не полимеальный от размера графа. У меня вот здесь входит параметр логарифм от бесконцентренности. Но вот логарифм, короче, вот в этой штуке, это нормально, это еще терпимо. То есть, чтобы записать число c, мне нужно логарифм n бит. Это в каком-то смысле полименом от размера ввода. Если вы очень большие числа умеете писать, то это как бы вам придется все равно их записать, эти числа. В каком-то смысле логарифм c это какой размер этого числа, размер ввода. То есть все еще полименом от размера, а не полименом от чего-то. Вот. Все, теперь точно все. В следующий раз, короче, мы скрестим, у нас есть две идеи. Мы, знаете, вот такой логарифм мы тоже сделаем. Давайте я напишу вот такая. Ну или вы сами его сделаете на практике. Вот такое мы тоже сделаем. Я не уверен, что я этого сделаю. Я думаю, на практике мы это сделаем. Короче, в следующий раз мы помучаемся. Возможно, мы еще сделаем вот такой логарифм. Мне не очень нравится. Если останется время, я еще это расскажу. А это зачем? А? Хуже. А вот сложный вопрос. Что лучше? Если у тебя граф полный, в нем m квадрат, будет n квадрат на лог, а тут просто n куб. Сложно вопрос, творческий. Короче, в следующий раз обсудим. Ок? Ладненько, пойдемте. Ладненько, пойдемте. Ладненько, пойдемте. Ладненько, пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok